МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость нашей студии, адвокат адвокатского бюро «Статус» Виталий Датюк. Виталий Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер, Оксана, добрый вечер, телезрители. Виталий Анатольевич, скажите, пожалуйста, насколько часто люди обращаются к вам с вопросами, связанными с защитой прав по дорожно-транспортным происшествиям? На сегодняшний день я вам хочу сказать, что действительно стали обращаться по данным вопросам чаще. Дело в том, что статистика неуклонно говорит о том, что дорожно-транспортных происшествий в Крыму стало на порядок больше, чем в прошлом году было. Многие эксперты, специалисты задаются вопросом, почему такое произошло, каким образом, то ли плохо работает ДПС, то ли водители у нас недисциплинированные. Проводили разные исследования, но, на мой взгляд, все-таки все банально просто. Большое количество автомобилей. Мы прекрасно понимаем, что крымчане имеют возможность купить автомобиль сейчас больше, чем это было доступно ранее. Поэтому количество автомобилей на дорогах, как мне кажется, влияет на то, что дорожно-транспортных происшествий стало больше. А скажите, пожалуйста, если произошло ДТП с пострадавшим, вот что нужно сделать в первую очередь, на что следует обратить внимание? Значит, ДТП с пострадавшими тоже подразделяется на несколько видов. Пострадавший может быть водитель другого транспортного средства, пострадавший может быть пешеход, пострадавший может иметь разные телесные повреждения. Это все влияет на то, как дальше будет рассматриваться дело о дорожно-транспортном происшествии, какой оно возьмет поворот. То ли это будет административное наказание, то ли это будет уголовное преследование. От этого все зависит. Дело в том, что если произошло любое ДТП, тем более с пострадавшим, в правилах дорожного движения указаны первоочередные действия. Это, во-первых, вызвать скорую помощь, если мы видим о том, что человеку причины телесные повреждения, вызвать полицию. Если на трассе находитесь одни и понимаете, что скорая помощь, либо долго будет ли ехать, либо нет возможности ее вызвать, то водителю необходимо доставить потерпевшего в скорую помощь, либо в травматологию, после этого зафиксировать все свои данные там в скорой помощи и вернуться на место происшествия. Предварительно, если есть такая возможность, то есть если срочно нет необходимости оказывать медицинскую помощь, надо зафиксировать все следы. То есть, если есть фото-видеосъемка, допустим, с помощью телефона можно все сфотографировать, но обязательно фиксация, потому что если транспорт покинет место происшествия без уважительной причины, то это будет считаться уезд с места происшествия. Это сразу лишение водительских прав. Поэтому в первую очередь еще раз запоминаем, это вызвать скорую, вызвать полицию, поискать свидетелей, если есть таковые, значит надо их зафиксировать. Как зовут, телефоны, возможно адреса, и что они видели. То есть вот эти данные сразу зафиксировать до приезда. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение составление схемы ДТП? То есть нужно ли обратить на это какое-то особое внимание? Большое значение имеет составление схемы ДТП, потому что как она будет составлена, по этой схеме будет решаться вопрос, кто виновен на месте происшествия. Если этот вопрос выходит за рамки работников полиции, чаще всего с пострадавшими не работники полиции решают, потому что это административное дело, либо уголовное дело будет решать данный вопрос суд. Суд будет основываться на схему, в первую очередь, и на показания участников ДТП, а также на показания свидетелей. Но схема говорит о том, кто где ехал, кто как остановился. По схеме можно определить даже скорость движения транспорта, по схеме можно определить, как действовал тот или иной участник ДТП. Поэтому если в схеме вам что-то не нравится, необходимо тут же вносить изменения. Как минимум необходимо написать, вам дадут возможность подписаться под схемой, необходимо написать ваши замечания. То есть имеет право на это, да? Конечно, имеет право писать и делать замечания любой участник ДТП в тех документах, которые составляются. Кроме того, еще можно дать отдельно показания. Что касается протокола, составления протокола, если человек не согласен, например, с теми обстоятельствами, которые указаны в протоколе, или что, по его мнению, может быть не все внесено в протокол, то же что он может сделать? Вот вы говорите... Во-первых, когда дают протокол на подпись, необходимо указать все, что вы желаете. Я бы советовал сразу указать, что вам необходимо право на защиту. Вот мой совет. Потому что чаще всего водитель и участник ДТП в момент и после совершения ДТП находятся в состоянии возбуждения, может быть нервного срыва, потому что это не обыденная ситуация. Это стресс, конечно, это стресс. Поэтому то, как он будет действовать, зависит потом дальше, как будет рассматриваться дело. Я бы на месте участника ДТП воспользовался услугами любого защитника, которого вы знаете. Указал его, далее указал бы свидетелей и далее сделал замечание по протоколу. То есть что вам конкретно не нравится. Схема, действия работников полиции, действия другого участника ДТП. Об этом тоже надо указывать. Кроме этого, вы имеете право настоять, если вдруг у вас не будут брать показания, там же на месте дать показания. Если хотите. Но я бы советовал давать показания, уже проконсультировавшись с юристами, или с адвокатом, или с другим знакомым. Неважно, это уже у кого какие связи, у кого какие фантазии. А скажите, пожалуйста, насколько верно мнение о том, что если ущерб причинен незначительный, то участники ДТП могут попросту разъехаться и вот таким образом решить... Это действительно стало верно, поскольку в правила дорожного движения внесен такой пункт о том, что если ущерб незначительный, и участники дорожного происшествия не имеют разногласий по тому, кто виноват, как его загладить, данный ущерб, то они могут разъехаться. Но чаще всего этого не случается на месте происшествия. Но даже если участники ДТП согласны с тем, кто прав, кто виноват, какой размер ущерба, я бы советовал все-таки участникам ДТП составить европротокол. Сейчас это предусмотрено, уже второй год действует. Каждый раз при страховании автомобиля, при страховании водителя страховая компания выдает бланки европротоколов. Вот их можно заполнять. Они достаточно простые, они заполняются двумя участниками ДТП. ДТП, опять же, это особенность, только если два участника ДТП, не более. Двумя участниками ДТП подписываются, и люди могут разъехаться, уведомив по телефону работника полиции. Если работник полиции даст какие-то еще инструкции, указания, то надо им следовать. А скажите, пожалуйста, как быть, если участника ДТП не устраивает мнение следствия, например, или органов дознания, лучше обратиться в суд или в судебном порядке защищать свои права, или обратиться, может быть, в надзорное ведомство, в прокуратуру? Если есть потерпевшие, то суд вас найдет сам. Я вот так вам скажу. Работники полиции составят только протокол, отберут пояснения, отберут показания, составят схемы, найдут свидетелей, опросят, и дальше они обязаны передать дело в суд. Суд будет выносить решение либо в рамках административного производства, если это легкие телесные повреждения или телесные повреждения средней тяжести, либо в рамках уголовного дела, если телесные повреждения тяжкие. И тут в рамках дела вы можете указывать все нюансы, которые вам нравятся, не нравятся по данному делу, жалобы свои писать. Если же, конечно, работник полиции, по вашему мнению, совершает не только неправильные действия, то есть не учитывает какие-то особенности дорожно-транспортного происшествия, а именно незаконные, вот тогда необходимо жаловаться вышестоящему руководству либо в прокуратуру на то, что работник полиции, органа дознания совершает какие-то неправомерные действия. Но чаще всего люди сталкиваются с тем, что просто дают указания, а работник полиции не слышит. Чаще всего, может быть, даже потому, что работник полиции более опытен, а человек, который участвует в ДТП, он смотрит все со своей стороны, потому что для него это стресс, это его маленькая беда, либо, не дай бог, большая. Поэтому он объективно, скорее всего, воспринимать ситуацию не может. А скажите, пожалуйста, какова процедура, вот, что, зачем следует, до передачи дела в суд? Вот, то есть, и сколько времени это обычно занимает? Вот, может ли это длить, например, год? Нет, 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 год, нет. Все это проводится довольно быстро. Если есть потерпевшие, то, ну, кроме тех действий, которые делаются стандартно на месте ДТП, назначается судебно-медицинская экспертиза. Именно она указывает, какие телесные повреждения у потерпевшего. В зависимости от вида телесных повреждений дело обретает либо уголовный, криминальный характер, либо переходит в стадию административного производства. Это вот первое, что происходит. Далее протокол составляется работниками полиции и направляется в суд. В зависимости, опять же, от категории дела. И суд уже вызывает стороны в процесс для выяснения всех обстоятельств. Это недолго. Административный порядок идет достаточно быстро, а уголовный порядок предусматривает еще некоторое количество экспертиз. Могу сразу... Техническая, транспортная. Да, значит, первая экспертиза, кроме судебно-медицинской, основная экспертиза – это автотехническая. Она определяет, имел ли водитель возможность предотвратить ДТП. Поскольку если водитель не имел техническую возможность предотвратить ДТП, допустим, отказали тормоза, объективно не мог среагировать на действия потерпевшего, по времени, по видимости на дороге, по многим обстоятельствам. Если экспертиза это докажет, что водитель не мог по-другому действовать, и все его действия все равно привели бы к данному ДТП, то он не признается виновным. В отношении него отказывают в уголовном преследовании. Поэтому это вторая основная экспертиза. Далее, если уголовное дело продолжается, то проводится экспертиза оценки ущерба здоровью, материального. Это еще одна экспертиза. Если потерпевший будет доказывать психологические моменты, которые указывают на то, что ему необходимо еще моральный ущерб возместить, возможно, психологическая экспертиза, но она довольно редка. Надо ли как-то контролировать все эти этапы? Обязательно. Любые этапы надо контролировать. Ну, первое, о чем я вам сказал, это нанять защитника, адвоката, юриста, потому что это его работа, он знает, как контролировать. Если же нет, если вы понимаете, что дело не особо сложное, вы должны всегда быть, во-первых, когда совершается ДТП, записывайте себе данные того инспектора, который приехал и который делает осмотр места происшествия, схемы, протоколы. Как минимум, вы его данные записали. Соответственно, когда он уехал с материалами, вы должны явиться в отдел ГИБДД и проконтролировать, на какой стадии у вас находится дело. То есть все ли протоколы составлены в отношении всех ли участников, все ли зафиксировано уже на свежую голову, уже после стресса, что с транспортными средствами. Проведено ли исследование нахождение в состоянии алкогольного опьянения всех участников ДТП, потому что могут не сделать. А если вы вдруг сомневаетесь, что второй участник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, то это играет очень важную роль, потому что он автоматически уже будет виноват как минимум в совершении одного правонарушения либо преступления. Поэтому всегда на контроле. Точно так же, когда суд вызовет, надо проконтролировать, что есть в материалах дела, на что ссылаются все стороны, как вы можете еще защититься, где ваши свидетели, вызвали ли их, может быть, вызвать самому, обеспечить их явку в суд. Допустим, люди, которые находились в машине, да, вот во время ДТП, они могут выступать в качестве свидетелей? Они считаются заинтересованной стороной, допустим, в отношении того водителя, в чьей машине они ехали? Понимаете, в каждом деле есть всегда заинтересованные стороны. Те же родственники, люди, которые пытаются защитить либо обвинить одну и другую сторону. Но суд обязан выслушать всех. И уже далее по показаниям суд оценивает, заинтересована эта сторона, но никак не из-за того, что это родственник, либо это человек, который находился в автомобиле. Не эти обстоятельства говорят о заинтересованности. Всех, тем более, кто находился в автомобиле, они могли видеть, и не только как совершилось ДТП, а как себя вел водитель в этот момент. Это очень важные свидетели. Спасибо. А можно ли как-то, например, указать, что участник ДТП сильно волнуется, например, после этого события, и затрудняется, например, что-либо пояснить в этот момент, что-либо ответить? Дело в том, что такая юридическая хитрость. Я бы советовал, если вы видите, я не должен советовать уходить от ответственности, но если вы видите, что вы можете ситуацию свою ухудшить, дав показания именно в этот момент, я бы все-таки советовал сослаться, во-первых, на здоровье, а во-вторых, есть конституционное право, предусмотренное 51-й статьей Конституции Российской Федерации. То есть есть такая норма закона? Конечно, которая позволяет отказаться дать показания в отношении себя. И эту статью можно применить всегда. Чувствуете, что не уверены? Позиция неоднозначная. Ситуация тем более, которая сложилась. Может быть, давление психологическое со стороны работников ДПС. Теоретически, я допускаю, они себя как-то ведут. Может быть, родные, близкие переживают, какая-то травма случилась с вами, либо с каким-то человеком. Поэтому, если сомневаетесь, лучше не дать показания в этот момент, но дать потом объективный, ничего не забыть, не упустить в следующий раз. Допустим, на следующий день уже с кем-то проконсультировавшись и привести свои доводы, железные аргументы. Спасибо. Я думаю, что это ценный совет. Скажите, а если, например, у водителя явные признаки алкогольного опьянения? Как это зафиксировать? Во-первых, в протоколе вы всегда указываете, что, по вашему мнению, водитель такого-то транспортного средства находится в состоянии алкогольного опьянения. Но обычно работники ДПС, если, конечно, нет каких-либо заинтересованностей, потому что мы иногда знаем, что в ДТП попадают в том числе и работники ДПС, либо других служб, органов. Поэтому, если нет заинтересованности никакой, то обычно всех водителей отвозят и освидетельствуют на состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Всех. Тем более, если есть какие-то явные. Поэтому тут вы, в принципе, поможете работнику ДПС, если укажете о том, что кто-то из участников... Зафиксировать в протоколе. Конечно, обязательно, чтобы зафиксировать в протоколе. Если работник ДПС после этой фиксации не повезет участника ДТП на освидетельствование, значит, он нарушит закон. А что важно помнить еще при завершении оформления ДТП? Важно помнить то, о чем мы говорили. Схема, протокол, все ваши замечания, все ваши свидетели, возможность отказаться от дачи показаний. Это однозначно, это самое основное право, о котором забывают все и пренебрегают, к сожалению, даже работники полиции. И возможность пользоваться услугами защитника. Это основное правило. Никогда им не пренебрегайте и указывайте работникам ДПС и участникам ДТП о том, что у вас такое право есть. Спасибо. А как быть, если, например, другая сторона предлагает вам оставить паспорт в залог и, например, не вызывать инспектора? То есть это мы говорим о случае, когда нет потерпевших, когда нет физических травм. Да, да. Частые случаи, значит, это не совсем законно. Я вам сразу скажу. Если вы разъехались и по-джентльменски, как говорится, договорились о том, что кто-то кому-то передаст последствия деньги, однако оставит паспорт, если это джентльменское соглашение, оно сработает, значит, вам повезло. Если же нет, в любом случае незаконно забирать документ, удоставляющий личность, тем более паспорт, подтверждающий гражданство. Незаконно. Поэтому нахождение его у вас поставит под вопрос вашу законность у правоохранительных органов. Я бы советовал делать немножко по-другому. Может быть, тоже это не чисто с юридической точки зрения, но многие в моей практике люди договаривались следующим образом. Потому что если указать, что вы должны деньги за ДТП, тогда вы обязаны были вызвать работников ДПС, если вы не нашли общего языка на месте. Многие делают долговые расписки. То есть понимая, что, допустим, мы на месте загладили обиды друг другу, мы ничего не должны, но понимая, что кто-то кому-то причинил, кто-то должен понести материальные затраты, другой человек их возмещает и тем самым заходит в долг. Некоторые пишут расписки долговые, что я у кого-то взял в долг столько-то денег. Конечно, к ситуации ДТП это не имеет никакого отношения. И сразу можно сказать, что если такой человек пойдет потом в правоохранительные органы и скажет, меня заставили написать вот такую долговую расписку, на самом деле было ДТП, то, во-первых, эта расписка не будет иметь никакого юридического значения, во-вторых, будет уезд с места ДТП, поэтому внимательно надо относиться... То есть много минусов. Много минусов. Много минусов такого разъезда, поэтому надо либо в протоколе, в европротоколе все отражать, либо находить на месте общий язык, по материальным вопросам решать, и тогда только уезжать, либо все-таки вызывать работников ДПС. Что касается страховых возмещений, вот каков порядок именно выплат этих страховых возмещений? Ну, давайте начнем с того, что все водители должны быть застрахованы. Все абсолютно, это обязательно страхование, ОСАГО, без страховки мы не имеем права управлять транспортными средствами. Для чего это делается? Для того, чтобы при малейшем ДТП, при любом пострадавшая сторона имела возможность получить возмещение ущерба вне зависимости от материального состояния той стороны, которая причинила ущерб. Поэтому страховка обязательна. При составлении Европротокола возмещение страховое идет очень быстро, поскольку Европротокол предусматривает небольшие суммы ущерба. Если у вас сумма ущерба небольшая, сейчас, насколько я знаю, изменения были до 120 тысяч рублей, возмещает страховая компания быстро, даже, по-моему, в течение нескольких суток. Если страховая компания не возмещает, опять же, при ДТП вы должны обменяться контактными данными, у кого какая страховая компания. Потому что если я не буду знать страховую компанию участника ДТП, который причинил мне ущерб, я не взыщу никогда деньги. Поэтому Европротокол предусматривает, что там указываются данные страховых полисов. И тогда мы знаем, кто у нас будет отвечать при невыплате. Если ваш ущерб больше, чем сумма, на которую застрахован автомобиль, потому что там выплата четко ограничена по повреждениям, либо по причинению телесных повреждений, значит, остальное надо идти в суд гражданской юрисдикции и взыскивать уже в гражданском порядке весь остальной ущерб, который не покрыла страховая. Подавать иск, да? Да, подавать иск. И еще один нюанс. Очень многие забывают и думают, что если моя страховая заплатила за меня ущерб другой стороне, то я больше ничего никому не должен. На самом деле это не так. Во многих случаях страховая, получив решение суда о виновности, потом начинает процедуру взыскания с виновной стороны этих денежных средств. Очень хороший момент – это страхование по типу КАСКО. Это добровольное страхование. Оно, конечно, погашает все, почти во всех случаях. Ни с кого уже потом ничего не взыскивает. Но это дорогое удовольствие. КАСКО стоит очень дорого, это надо учитывать. Поэтому, если вы хотите застраховаться от всего, то надо выбирать КАСКО, но тратить деньги. А скажите, пожалуйста, если по мнению водителя он был оштрафован незаконно, имеет ли он право обратиться в какие-либо инстанции для подтверждения своей правоты и каким-то образом оспорить действия сотрудников ДПС? Если мы говорим о штрафе, значит, мы говорим о ДТП, которое было без потерпевших. Соответственно, если штраф выписывает ему уже либо работник ДПС за то, что он нарушил какие-то правила дорожного движения, либо суд за ДТП без тяжких последствий. Значит, если суд, значит, мы обжалуем только в высшую инстанцию. Дальше в апелляционном, в кассационном порядке. Это уже в судебном. Если штраф выписывает работник ДПС, то мы его действия обжалуем в суд. На все решения правоохранительных органов следующая инстанция для нас лучше не писать начальнику, прокурорам. Это надзорные инстанции, больше по дисциплинарным моментам, либо по совершению работникам ДПС, либо полиции правонарушений и преступлений. Здесь же мы просто понимаем о том, что мы оспариваем его обязанности, то есть, что он неправильно что-то посчитал. Поэтому мы должны будем обращаться в суд с иском. В таких случаях при обращении в суд необходимо оплачивать государственную пошлину, да? Каков ее размер? В данном случае в уголовном праве и в административном праве госпошлину не уплачивают. Люди освобождаются, поэтому смело пишите жалобы, заявления. Если вы считаете, что ваше право нарушено, не бойтесь, что вы потратите какие-то деньги на судебные расходы. Их не будет. В данном случае законодатель освободил наших граждан от уплаты госпошлина. Виталий Анатольевич, а за какие нарушения правил дорожного движения предусмотрены самые большие штрафы? Самые большие штрафы, предусмотренные за международные перевозки, за транспортные перевозки, в большей части они не касаются обычных людей. Эти штрафы платят либо владельцы автомобилей, либо юридические лица, которые осуществляют эту деятельность. Поэтому они, большинство людей, не касаются. Что же говорить о обычных физлицах, которые управляют транспортными средствами? То здесь самые большие штрафы из ряда управления, ненадлежащего управления автомобилем. Это управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 30 тысяч, мы знаем, 30 тысяч рублей плюс лишение водительских прав. Это передача управления лицу, который находится в состоянии алкогольного опьянения. Это повторное управление без документов, если вас уже лишали прав ранее в течение года. Тоже 30 тысяч. В основном все, что связано с уклонением от медицинского освидетельствования, освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, с управлением. Вот все это самые большие штрафы. Если человек повторно пойман на том, что он в нетрезвом состоянии находился за рулем, это уже уголовная ответственность? Да, это уже уголовная ответственность. Законодатель внес изменения, потому что увидел, что ситуацию победить невозможно. Да, по-другому нельзя. Во-первых, увеличили за первое нарушение. А во-вторых, если в течение года водитель снова в алкогольном опьянении, он уже будет без прав, потому что его однозначно лишат, если признают виновным. Он уже будет без прав, и здесь уже уголовное преследование, и штраф увеличивается до 300 тысяч рублей. Спасибо. И в завершении, скажите, пожалуйста, законно ли требование сотрудников ДПС, например, открыть багажник у человека, проводить досмотр в машине? В каких случаях это возможно? Это очень интересное требование. И сейчас, когда все начинают изучать свои права, все начинают возмущаться. Как же так вот осмотр? Действительно, досмотр и личный, и вещей, которые при вас находятся, и досмотр транспорта предусмотрен в Кодексе самоадминистративных правонарушений, и он возможен. Возможен он в нескольких случаях. То есть указано, что работник ДПС, либо работник полиции, когда подозревает, что в данном автомобиле могут находиться орудия, преступления, либо правонарушения, он просит допустить к досмотру его транспорта. Досмотр проводится, когда присутствуют два понятых, либо когда осуществляется видеосъемка. Здесь законодатель допустил проведение досмотра без понятых. Даже так? Да, допустил без понятых, но обязательно видеофиксация. Потому что должен работник полиции подтвердить свои слова об обнаружении признаков преступления именно видеофиксации. Что это было все проведено правильно, что действительно никто не применял силу, что действительно никто ничего не подбрасывал. Поэтому видеофиксация должна применяться. И в этом случае, если, конечно, работник полиции не нарушил каких-то там супер норм, допустим, не переусердствовал в открытии, не повредил машину, не разобрали ее по частям. Поэтому тут все нормально, и работники полиции действуют в пределах правовых норм. Спасибо большое. Виталий Анатольевич, наша программа уже подошла к завершению. Благодарю за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Телезрителям я напомню, что мы говорили о защите прав участников ДТП. На вопросы отвечал адвокат адвокатского бюро «Статус» Виталий Датюк. На этом все. До встречи в понедельник в 19.00. Хорошего вам вечера. Не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин